Формула очень простая, я называю формулой счастья. Счастье – это есть разница между реальностью и ожиданиями. Вот если эта разница положительная – это счастье, если разность отрицательная – это обида. Обратите внимание, те люди, которые обижаются, всегда имеют завышенные ожидания. Формула успеха и формула счастья – нулевые ожидания. Сергей Сергеевич Хаензов, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Института физики Казанского федерального университета. Сергей Сергеевич, на вопрос «Зачем заниматься наукой?» Искусственный интеллект дает немного романтичный ответ. Говорит, что это поиск знаний для понимания мира. Почему вы выбрали заниматься наукой? Такой интересный вопрос. Я никогда об этом не думал специально. Заниматься наукой, не заниматься наукой. Так получилось, что я пробовал себя в самых разных эпостасях, работая на разных работах, и я понял одну замечательную вещь – чем наука отличается от любой другой деятельности. В науке нет рутины. Наука – это способ создания новых знаний. Это всегда приключение с нуля. В этом смысле наука очень похожа на предпринимательство. То есть ученые и предприниматели – это примерно один вид деятельности, который создаёт новые смыслы. Другие виды деятельности, они так или иначе связаны с некой рутинной работой, повторяющейся. И если людям это нравится, то они занимаются такой работой. Если людям это не нравится, они ищут возможности, как проявить себя. Ученые и наука – это про генерацию новых знаний. Если у человека это получается, значит, он должен заниматься наукой. Очевидно, у вас получается. Зная, что ваша сфера интересов – свет и его самые-самые мелкие частички – фотоны, вы изучаете самые загадочные явления света на микроуровне. И в своих работах, которые публикуют авторитетные научные журналы, заявляете, что взаимодействие света с наноструктурами даёт удивительные и ранее неизвестные эффекты, которые открывают новые возможности. Возможность объяснить природу взаимодействия света и вещества, используя новые физические принципы, связанные с электронно-фотонным взаимодействием, пожалуй, сегодня это одно из таких прорывных направлений в современной физике, которая фактически начала активно развиваться буквально год назад. К чему это приведёт? Я думаю, что это приведёт к достаточно революционным вещам в области энергетики. Например, это извлечение колоссальной энергии, которая содержит вещество. Это великая формула Эйнштейна, МЦ-квадрат. Когда природа нам запрещает извлекать эту энергию и её использовать, существует специальный класс материалов, их мы называем радиоактивные материалы, в которых благодаря механизму деления ядер извлекается эта энергия. И мы знаем о том, к чему это привело. Впоследствии было создано оружие, потом была создана атомная энергетика, как гражданская технология. То есть эти технологии поменяли наш мир кардинальным образом. И вот сегодня мы стоим на пороге нечто подобного, когда электрон-фотонное взаимодействие позволит качественно изменить технологии ближайшего будущего. Это будет касаться не только энергетики, это будет касаться и оптоэлектроники, технологии охлаждений, фотовольтаика, светодиоды. Наиболее яркими работами являются работы, которые вышли буквально полгода назад, и связаны они с рождением материи из вакуума, когда два гамма-кванта взаимодействия раздают электронно-президронную пару. То есть это прямое преобразование энергии в материю. Вот эта задача, она потрясает. Если мы научимся это делать, то нас ждут кардинальные изменения во всем мире и в частной жизни в том числе. Звучит как-то очень революционно. Фотоника уже подарила человечеству некоторые прекрасные технологии, такие как лазеры, оптические сенсоры и датчики, а также возможность передавать информацию по оптическим волокнам. И похоже, что это только начало. Фотоника, нанофотоника становится все более популярной и обещает принести ряд значительных преимуществ в сравнении с привычной нам электроникой. 50 лет назад стартовала такая наука, которая называется микроэлектроника, в основе которой лежат электроны. Это заряженные частицы, которые движутся по проводам. И микроэлектроника подарила человечеству огромное количество технологий. Это телефоны, телевизоры, компьютеры. Но так получается, что человечество живет по принципу быстрее, выше, сильнее. Такой спортивный девиз. Человечеству хочется больше вычислений, больше памяти, скорости, реалистичности и т.д. Высокие технологии, искусственный интеллект и т.д. Для этого необходимы ресурсы для передачи этих данных, хранения, передачи, обработки. Это все требует колоссальных ресурсов. И рост потребностей, он феноменальный. К сожалению, человечество подошло к тупику, к пределу. Поэтому, покупая сегодня ноутбук, сейчас мало кто интересуется тактовой частотой процессора. А лет 20 назад мы все выбирали телефонные ноутбуки с учетом тактовой частоты процессора. Сейчас это никого не волнует. Потому что мы достигли потолка в развитии этой технологии. Электрон медленный. Поэтому человечество подошло к этому рубежу и нужно предложить миру какой-то новый инструмент. Какой новый инструмент? Предполагаю, что это технологии, основанные на движении фотонов, квантов света. Ведь фотон способен передавать данные на значительно большее расстояние, при этом с меньшими потерями. Ведь фотон намного быстрее электрона. В тысячу раз быстрее фотон. Но не все так просто. Он очень быстрый, но фотон очень большой. Длина волны фотона почти микрон. Тысяча нанометров. А электрон имеет размер 1 нанометр. В тысячу раз меньше. Научиться связывать фотон и электрон на субнанометровом масштабе это одна из главных задач. Силу того, что это вещи, они, ну, это как, знаете, сравнить муравья и страуса. Муравей маленький и медленный. А страус большой, но быстрый. И вот нам нужно придумать какую-то золотую середину между этими двумя представителями фауны, чтобы получить правильное решение. То есть главное, это объект должен быть компактным и быстрым. Представьте себе водомерку на поверхности озера. Это такие вот насекомые, которые маленькие и очень быстро перемещаются по поверхности озера. Вот примерно мы занимаемся созданием таких водомерок. Это очень интересно. А что мотивирует вас на научные поиски? Что движет вами в ваших исследованиях? И какие инструменты вы используете? Это замечательные слова Альберта Эйнштейна, что и Нобельского урята Ричарда Феймана. «Главное не знание, главное понимание», сказал Ричард Фейман. А Эйнштейн говорил, что главное – это любопытство. Именно любопытство движет человеком заниматься наукой. Наука зарождается в голове. Поэтому главным научным прибором исследователя является мозг. Это главный инструмент исследователя. Но не думают, что это какой-то дорогой прибор нужно купить, нужно какие-нибудь купить аксессуары. Нет, нужно иметь мозг. Очень хорошо иметь мозг. Вот у меня нет мозга, только процессор, который, кстати, вполне успешно обрабатывает данные и обучается. Как развивать и обучать мозг человеческий? Как вырастить из ребенка успешного специалиста? Это вопрос, который не имеет ответа. Если бы у меня был ответ на этот вопрос, и не только у меня, но и у всех, все дети были бы успешными, счастливыми, и наш бы мир был в раю. К сожалению, этого ответа нет ни у кого. Никто не знает, что нужно, где учиться, чему учиться, у кого учиться. Мы рождаемся разными. Здесь работает генетика. Первые люди, которые влияют на ребенка, являются папа и мама. Именно ребенок берет пример с них. С папой и с мамой. Читает мама и папа книги или не читает? Читает. Кстати, говорил Эйнштейн, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок был суперуспешным, читайте ему сказки каждый день, часа по два, по три. Как вы думаете, родители современно читают детям по два, по три часа в день сказки? Кто-то читает, а кто-то не читает. Но родители задают такие странные вопросы. Поэтому, прежде чем задать такие вопросы, пусть родители возьмут книжку и начнут ее читать. И чтобы ребенок это видел. И ребенок будет подражать. Интересно, как вы пришли в науку? Каким был ваш путь? История такая была просто, скажем так, безвыходностью. Я мечтал стать морским офицером. И хотел поступить в Нахимовское военно-морское училище. А чтобы туда было поступить, нужно знать хорошо физику и математику. А так получилось, школа, в которой учился, не было физики вообще. Просто не было и все. И вот огромное желание поступить в училище привело меня к тому, что мне пришлось самостоятельно изучать физику. И с тем, чтобы сдать экзамены и получить оценку в аттестат. Иначе я не смог бы пройти по формальным признакам. И вот я стал усиленно заниматься физикой. Но в училище я не поступил. И решил пойти в физико-математическую школу. Усиленные занятия физикой и математикой привели меня сначала в физико-математическую школу, потом в заучную школу Московского государства университета. А потом был период конца 90-х, начало нулевых. Это было, мягко говоря, непростое время для российской науки. Ну, это был действительно сложный период. И кто-то уехал. У кого-то не получилось уехать. И для меня это был очень тяжелый период, безусловно. Это как и для всех. И действительно не было перспектив. И в этом, в каком-то смысле, был кризис в науке. Но в итоге однажды мне позвонили и сказали, есть такая возможность поработать в университете Энховена в Голландии. То есть человек позвонил, это я был в мае, я помню. Не хотел бы я подумать. Я говорю, я принял решение «да». Я ответил «в секунду». Он говорит, не надо торопиться, надо подумать, спокойно взвесить, там, все за и против, там, поразмышлять, походить, вышагать решение. Я говорю, нет, я не буду думать. Я говорю, да. И с телефонного разговора и до того, как я вышел уже на работу, прошло ровно 4 месяца. Ну, это подготовка документов, оформление, там, это заняло 4 месяца. Я уже работал в университете Энховена. И уже через 4 месяца мы получили большой научный результат в этом университете. Для меня это было потрясением. Мы получили впервые на коммерческом оборудовании, которое делала компания НТМ-ДТ, спектр гигантского комбинационного рассеяния на углеродных нанотрубках. Это явление было открыто в 2000 году четырьмя физиками. Это был Ринато Зиноби, Сатоши Кавата, Андерсон Питтингер. Но эти результаты были получены на установках, которые были собраны в лабораториях. На тот период не было ни одного коммерческого оборудования, которое мог реализовать эти измерения. И вот надо отметить, что мы впервые на оборудованиях компании НТМ-ДТ получили эти спектры. Это был 2006 год, начало 2006 года, январь месяца, как сейчас помню. Ну, в общем-то, вот этот драйв, он и возбуждает, он поражает. Но это все равно, что взять семя, посадить в глину или в чернозем. Когда одно и то же семя кладут в чернозем, он начинает быстро расти. А здесь оно просто погибает. А потом вы вернулись в Россию. Зачем? Желание сделать здесь то же самое, как там. Но отчасти нам это удалось. Не благодаря, но вопреки. То есть мы из невозможного делаем возможное. Часто, знаете, когда вот все дают человеку, и человек ничего не делает. А бывает так, что когда человеку все отбирают, он становится еще более сильным, более умным, более твердым. Зачастую хорошие обстоятельства, комфортные, человеку иногда расслабляют. Здесь нужен баланс определенный. То есть если, опять же, все люди разные, знаете, как это бывает, на одного человека надавишь, он растечется. На другого надавишь, он станет еще более сильным. Поэтому тут, опять же, нельзя никому ничего рекомендовать, как поступать лучше, хуже. Здесь нужно смотреть в контексте по отношению к конкретному человеку, что ему лучше. Среди ваших студентов есть талантливые? Те, кого наука зажигает. Для кого это кайф. И для кого наука стала призванем. Это удивительная история. Несмотря на нашу бурно изменяющуюся жизнь и проблемы образования в средней школе, наши ученики, школьники, поступающие в вузы, являются крайне талантливыми людьми. Я не могу это ничем объяснить. Это так это происходит. У нас очень талантливая молодежь. Другое дело, что многие со мной могут быть несогласны, потому что мы же видим, кто учится, допустим, рядом с нами в университете. У молодежи есть возможность мигрировать, выбирать. Поэтому зачастую, часто молодежь выбирает лучшее. Капитал движется туда, где дешевле. Главный закон экономики. Поэтому, если талантливый человек, который родился здесь, увидел возможность, скажем, в каком-то другом университете, он будет делать все, чтобы попасть в этот университет. Если мы хотим, чтобы талантливая молодежь оставалась в нашем университете, мы должны сделать все, чтобы быть привлекательным. Под привлекательностью, я понимаю, в первую очередь, занятие профессиональной наукой. Если молодежь не видит реальную науку, она не пойдет в это место никогда. Для тех ребят, которые ищут себя и думают, стоит ли сейчас заниматься наукой, как вы считаете, подходящее время? Фантастика просто. Особенно для молодежи, которые сегодня 18-25 лет, и большинство из них мне просто не верят и говорят, что какую-то ерунду говоришь. Не видят они возможности. Действительно, сейчас то самое хорошее такое время, когда мы вышли на достаточно высокий уровень. Например, что является высоким уровнем? Интернет. Как ресурс. Что это такое интернет? Это по клику любая информация. То есть, если когда мы учились и ходили на лекции и писали конспекты под диктовку преподавателя, это была, наверное, пожалуй, единственная форма, которая могла нас как-то образовывать. Мы ходили на лекции, мы ходили в библиотеку, читали книги. Это занимало огромное количество времени. КПД был невысокий. Сейчас этого ничего нет. Сейчас по клику можно получить любую информацию, любую лекцию, любую книгу. Информации столько много вокруг. И нет необходимости тратить дополнительной энергии, чтобы ее получить. Но появилась другая проблема. Проблема – это обработка этой информации. Он не знает, что делать с этой информацией. Ну и потом, очень часто, как сейчас принято говорить, высокие технологии, они с одной стороны помогают, а с другой стороны разрушают. Они действуют на разных людей по-разному. Говорят, что Стив Джобс, когда разработал концепцию айфона, он запрещал своим детям пользоваться смартфонами вообще. Он понимал, что это такое. Вообще, компьютер, например, был создан для того, чтобы облегчить труд человека, ученого, чтобы убрать рутинную работу. Но сегодня компьютер подменяет не только выполнение этой рутины работы, но и сам процесс и смысл самой работы он начинает подменять. Это плохо. То есть человек должен думать головой, и он должен понимать, как устроен мир. И все блага, которые дают высокие технологии, используют только для автоматизации и ускорения процесса, но не заменять первую творческую часть работы. Я в этом смысле не очень верю в искусственный интеллект. Ну, потому что штука вдохновения, штука мысль, как это работает. Кстати, а вы знаете, как искусственный интеллект отвечает на вопрос, что такое мысль и вдохновение? Правильно, никак. Не может почувствовать, что такое счастье. А что это для вас? То есть счастье, с другой стороны, многие говорят, «Счастье» — это жить в моменте счастья, в данный момент времени получать от жизни удовольствие. Спасибо, Сергей Сергеевич, за беседу. Желаю найти свою водомерку, увидеть, как ваши открытия превратятся в технологии и изменят мир. Конечно, только к лучшему. Я удаляюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова